Здравствуйте, мои друзья! Доброе утро! Мы с Кузей очень рады вас видеть и хотим сегодня с вами прочитать одну волшебную книгу. Даже точнее не так, книгу про волшебника. Или все-таки про волшебную книгу, да. Но мы с Кузей будем прямо читать, не рассказывать историю, а именно читать. И рисовать мы даже сегодня не будем, только чтение. Договорились? Договорились? Кузь, ты как думаешь, ребятам обидно? Кузя говорит, мне кажется, очень даже обидно ребятам. Ребята любят играть ручками, ребята любят рисовать или что-то мастерить, а может быть лепить. Точно? Точно будем только читать? Точно. Сегодня будем только читать. Но в следующий раз я вам обещаю, порисуем или слепим что-нибудь, или сконструируем. Правда, Кузя? Ну ладно, давайте мы все-таки поиграем ручками. Ладно, Кузя, уговорил. Кузя сядет, а мы с вами поиграем. Давайте-ка поиграем в дом, который построил Джек. Вот дом, который построил Джек. А это пшеница, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. А это веселая птица-синица, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. Вот кот мяу, который пугает и ловит синицу, Который часто ворует пшеницу, Которая в темном чулане хранится в доме, который построил чек. Вот пес без хвоста, Который за шиворот реплет кота, Который пугает и ловит синицу, Которая часто ворует пшеницу, Которая в темном чулане хранится в доме, который построил чек. А это корова безрогая, Легнувшая, ногой знаете, как они? Легаются так, хоп! Легнувшая старого пса без хвоста, Который за шиворот реплет кота, Который пугает и ловит синицу, Которая часто ворует пшеницу, Которая в темном чулане хранится в доме, который построил чек. Вот. Такая игра. Кузя, ты рад? Кузя говорит, очень-очень-очень рад. Давай уже читать книгу. Хорошо. Я вам пообещала, что книга будет необычная. Смотрите. Ой, это ее задняя обложка, а передняя вот какая. Называется она «Расколдуй эту книгу». И я тут вижу волшебника, который, кажется, очень испуган. Кот вот не сказать, что испуган, а волшебник очень. Он открыл рот и кричит. А-а-а! Прямо как я, да? А-а-а! Расколдуй эту книгу, пожалуйста! Конечно! Мы поможем волшебнику? Конечно, поможем. Давай-давай! Открываем. Видим, что она библиотечная. Так. Вот-вот. Расколдуй. Угу. Знаете, как будто тут все затянуто белой пеленой. А там что-то начинается. И сам волшебник помогает нам открыть первую страничку. И что же он нам говорит? Он говорит, всем привет! Добро пожаловать в мою лабораторию. Меня зовут Библюз. И смотрите, вших! У него есть тут такая труба. Вот она. Вших! И из нее выскочила записка. М-м-м. И он ее читает и говорит, это ужасно! Это просто ужасно! А что ж тут такого ужасного? Может быть, мы тоже прочтем, что в записке написано? Книгу можно будет открыть в последний раз! Ха-ха-ха-ха! В последний раз? А что же потом будет? Неужели странички все склеятся? В последний раз? Это же катастрофа! Вы понимаете, когда книгу можно открыть в последний раз? Что станет со мной, если эта книга никогда не откроется снова? М-м-м. Представляете, вот она станет такой белой-белой, и вот птичка, она пытается из уголочек открыть все-таки. И волшебник там в своем колпачке с ладошкой пытается выбраться, а ничего не получается. И волшебник говорит, я буду замурован в страницах этой книги. Я никогда больше не смогу ни с кем поговорить. М-м-м. Если эта книга закроется, то опрокинутся и разобьются все мои колбы и риторы. М-м-м. А если порошок у сушеного тумана смешается с корой драконового дерева, то запах здесь будет просто чудовищный. М-м. Ух, смотрите, смотрите, какие у волшебника лабиринты. Я даже не ожидала, что у него такой огромный дом. Если эта книга никогда не откроется, я буду вынужден жить в темноте. А я боюсь темноты. М-м. Что же мне делать? Говорит волшебник. Вы должны мне помочь. М-м. Точно? Да-да, вы, вы, вы должны мне помочь. А как? Вы знаете какое-нибудь магическое заклинание? Ну же, произносите его скорее. Я очень хочу его услышать. Вот я знаю заклинание Крэкс-Фэкс-Фэкс. Эй, Библюз, тебе подойдет Крэкс-Фэкс-Фэкс? А Кузя? Кузя? Да-да-да. Ты какое знаешь заклинание? Я знаю заклинание. Абра-швабра-кадабра. Подойдет? Так, Библюз. Абра-швабра-кадабра-корэкс-Фэкс-Фэкс-Фэкс. Он говорит, говорите громче, я не слышу. Ребята, может быть, вы знаете сказочное заклинание. Говорите громче, а то он не слышит. Говорите Крэкс-Фэкс-Фэкс-Фэкс-Фэкс. По щучьему веленью, по моему хотенью. Книга, откройся. О, еще можно вспомнить. Сезам, откройся. Сим-Сим, откройся. Еще можно вспомнить. Я больше не знаю. Мы не знаем больше. Точно? Точно? Да. Не припомним. Ребята, вспоминайте. А, раз, два, три, четыре, пять. Можно сказку начинать. Ну? Ты услышал, Библиус? Угу, говорит Библиус. Это ваше заклинание очень даже ничего. Однако я не уверен, что оно поможет решить проблему. Нам нужно старинное заклинание. Одно из тех, что хранится в филиалах этой библиотеки. Скорее туда. И Библиус едет на лифте. И бежит. И по лестнице. И попадает в библиотеку. Знаете, ребята, я вам по секрету скажу. Мне кажется, что библиотека этого самого Библиуса намного больше нашей. Он перелезает по лестнице с полки на полку. И ищет нужную книгу. Конечно же. Оно где-то здесь. Нужное заклинание. Сколько же книг, сколько же книг. Как вы думаете, в какой именно искать? В какой? В этой? В этой? Вот в этой. Библиус, вот в этой. Догадается он. Вот она. Вот она. Да-да-да. Отлично. Есть. Минуточку. Открываем книгу и читаем. На шесть порций лимонного пирога возьмите два крупных, крупных, не маленьких, крупных лимона. Что? Что вы говорите? Я читаю кулинарный рецепт? А, да, действительно, да. Это не та книга. Не-не-не. Это только тем, кто любит готовить книга. Ясно. Определенно. Нужно искать другую. О, может быть, вот здесь? Посмотрите, сколько книг. Как же, как же Библиус выберет нужную? В самом деле, такую же книгу я должен взять. Вот эту? Да, вот эту, вот эту. Тут написано. Заклинание от закрытия книг на веки вечные. Это то, что нам нужно. Заклинание от закрытия книги на веки вечные. Да. Вы были правы. То, что нужно. Угу. Так, так, так. Ага, боже мой, это заклинание такое древнее. Надеюсь, что оно сработает. Буду читать его медленно. Ни засова, ни замка, ни печати, ни ключа. Запряги ежей ковригу, квадригу, тригу, хигу, оверигу. Расколдуй же эту книгу. Вот какое заклинание. М-м-м, правда древнее. Громко. Несколько раз, не подсматривая в книгу, нужно его прочитать. Заклинание от закрытия книг на веки вечные. Ни сосова, ни замка, ни печати, ни ключа. Запряги ежей ковригу, тригу, хигу, аирвигу. Аверигу. О, нет. Кажется, книга закрывается. Нет, нет, еще нет. Мы на последних страницах. Есть только один шанс. Узнать, работает ли это заклинание или нет. Выкрикните его, пожалуйста, и захлопните книжку. Если вы не сможете открыть ее снова, мы попрощаемся с вами на веки вечные. Даже навсегда, да, был очень рад нашему знакомству. Но если вы смогли открыть эту книгу снова, значит, вы прирожденный маг. Ну что, пробуем. Готовы? Говорим все вместе. Три, два, один. Начали. Ни засова. Повторяйте, повторяйте. Кузя, мы должны все вместе говорить. И ребята должны все вместе говорить. Ни засова, ни замка, ни печати, ни ключа. Запряги ежей квадригу. Тригу, хигу, оверигу. Расколдуй же эту книгу. А сейчас закрой книгу. И попытайся ее открыть. Если получится, то заклинание сработает. А если не получится, то волшебник Библиус останется в ней навсегда. Он будет сидеть внутри и ни с кем не разговаривать. Иногда даже пропадать в темноте. И у него будет плохо пахнуть, потому что все колбы и реторды смешаются и разобьются. Туман, драконовый запах. Да, Кузя? Ну-ка, давайте. Давайте узнаем. Сработало ли это заклинание? Или не сработало? А-а-а! Ура! 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 Библиус! Ты спасет! Мы знаем заклинания, которые не дают книгам склеиваться. Ура! Если вы, ребята, запомнили это заклинание, то будьте спокойны. Никакой книги, больше никакое склеивание не страшно. Точно? Точно. Так что, Библиус, не бойся, мы в любой момент с этим самым заклинанием придем к тебе на помощь. И не только к тебе, к любым склеивавшимся, склеивавшимся книгам. Точно? Точно, говорит Кузя. Ну все, мои хорошие, все, книжка закончилась. Хорошо, что она здорово закончилась. Пришла пора прощаться. До свидания, мальчики и девочки. До свидания. До новых встреч в следующий раз. И в следующий раз мы уже будем другую читать книжку. Будет совсем другая история. Будут обязательно игрушки. И будет творчество. Или рисование, или аппликация. Да, но это тоже будет в следующий раз. А пока до свидания. До свидания. До новых встреч, друзья.